Этого бетона готовят к осмотру. Он живёт в образовательном центре охраны дикой природы Уганды в городе Энтебе. Рептилию доставили сюда полуживой три года назад. Люди хотели построить церковь рядом с болотом. Эту змею спасли, но её сильно побили местные жители. Ей обрубили хвост и повредили спину. Наши сотрудники рассказали этим людям о сохранении змей. И потом змею принесли в центр реабилитации. 16 июля МИР отмечает Международный день змеи. В Уганде водится более ста видов этих рептилий. Люди боятся их и нередко пытаются убить, поскольку не могут отличить ядовитую от неядовитой. В основном люди реагируют на змеи отрицательно. Люди боятся их, потому что не понимают. Некоторые считают, что все змеи ядовиты, хотя это не так. Из-за этого недопонимания мы теряем много змей. Большинство местных змей для человека безвредны, но есть и очень смертоносные, такие как чёрная лесная копра и гадюка. Кроме того, в случае укуса люди не знают, куда обращаться. В угандийских больницах часто нет противоядий. Распространены спорные услуги народных целителей. Образовательный центр охраны дикой природы пытается ситуацию изменить. Его работники просвещают местное население, а также сотрудничают с медучреждениями. «Мы работаем с больницами, чтобы понять, как наилучшим образом основать учреждения, где будут производить наши противоядия от змей, которые водятся у нас в стране. В настоящее время все наши противоядия импортные и мало больниц их получает». По данным ВОЗ, ежегодно змеи кусают до 2 миллионов 700 тысяч человек, что приводит к почти 140 тысячам смертей и 400 тысячам случаев инвалидности. По словам специалистов, в случае укуса очень важно вовремя оказать помощь.